ПЕСНЯ ПЕСНЯ Господь и Бог наш, благослови предстоящие занятия, не дай уклониться ни направо, ни налево от истинного понимания Божественных слов. ПЕСНЯ 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 Первое послание Петра. Вторая глава. Федьмой. Восьмой стихи. Вячеслав читайте. Итак, он для вас, верующих, драгоценность, а для неверующих камень, который отвергли строители, но который сделался главой угла, камень притыкания и камень соблазна, о которой они и притыкаются, не покоряясь слову, на что они и оставлены». Толкование. Неверующим Бог и ныне говорит следующее. «Я полагаю вам всего не камень притыкания и камень соблазна. Он бывает как притыкание для неверующих, которые и притыкаются, не покоряясь слову, на что они и положены». Они притыкаются о Слово Евангелие, на что они и положены. На что они и оставлены слова «сим» — не то говорится, будто они определены на это от Бога. Ибо от того, кто хочет, чтобы все люди спаслись, 1 Тимофея 2.4, никак не может быть причины погибели. Но как они сами из себя устроили сосуды гнева, присовокупив к сему еще непокорность, то какое положение сами себе приготовили, в том и оставлены. Ибо если человек, как существо разумное, сотворен свободным, и свободу принуждать нельзя, то несправедливо было бы обвинять того, с большей буквы, кто отдает человеку ту именно честь, какую он сам себе приготовил своими делами. Христос назван краевольным камнем потому, что он обе стены, составляющие духовный дом, то есть язычников и иудеев, соединяет своими объятиями и связывает в одно согласие, уничтожая бесполезные жертвы одних и переменяя в благочестие бесовское суеверие других. Комментарии Игнатия Тихонова и Челапкина на слова «Они комплекаются от слова Евангелия». Когда читаешь сегодня в прессе о том, как архиереи предпринимают усилия о возрождении духовности через крестные ходы вокруг границ государства, к чудотворным иконам, киорданям на реке, устраивают поклонные кресты и многое другое, всё это действует, всё это действительно имеет вид религиозности, и людям мира сего эти представления, красочные и необычные, очень нравятся. О них снимают фильмы, пишут, фотографируют. Остаётся неотвеченным один вопрос. Какое отношение это имеет к Богу, к Священному Писанию? Все эти ёлки, светящиеся кресты, украшения и позолота. Какое это отношение имеет к Священному Писанию? Они притыкаются от слова Евангелия. Повторяю, создана совершенно новая религия, не имеющая никакого отношения к апостолам и не имеющая никакого подтверждения Священным Писаниям. А всё, что не по Священному Писанию, не от Бога. Они притыкаются от слова Евангелия. Желающие дополнить вопросы, задать. Есть? Игнать Тихонович, есть что сказать? Что сказать-то уже сказано, ещё более. Последнее время на меня много людей выходит и показывает. Вот такой-то так-то жил, подвязался, помогал другим. И теперь человеку надо куда-то поступить, а у него только одна иконка в кармане. И вдруг там, где он был, к нему не расположена, и в груди, где иконка сделалась тепло. Это всё по описанию, как Серафим Рост пишет. Именно на вождение бесовское. Но теперь они только об этом святом поминают и молятся. Никакого Христа вообще не понимают. Ну неужели это не видно, что что-то с нами сделают другое? Всякий человек прах, тлен, ничего нет. Почему Павел не говорил, что приходи ко мне на могилку, бери землю, пейте, ешьте её там или ещё что-то делаете? Не один. Один Пётр сказал, говорит, отойдя, буду напоминать вам посланиями своими. То есть что написали? Мы читать будем, этим напоминает ещё как бы живой. Здесь это совершенно другое, фетиш. Вот взять, поесть, утащить, попить, понюхать. Все пять органов задействовали, а душа голодная уходит, ничего не знает. Более невежественных, чем сегодняшняя православная, просто трудно найти на земле. Ничего нету совершенно. Куда угодно можно толкнуть. И тут не то, что говорить надо, тут надо просить у Бога слёзы. Россия не просто погибла, не погибает, а погибла. И это всё идёт из церкви. Каждый день причащается, да ещё не один раз, наверное, надо. Только об этом разговор идёт. Чего не скажи, я болею, иди причастись. Сын запился, а пусть сходит причаститься. Это даже безумием нельзя назвать. Это умышленно убивает людей. Сергей, заполнили все морги, больницы, кладбище. Кто недостойно причащается. И всё в этом заключается. Как этого не видеть, то не может. И поэтому надо об этом всё время говорить. Я попросить хотел, Сергей, ты вот кто к нам сюда ходит, попроси, чтобы вставили все свои фотографии и свои имена. Знать о ком молиться. Такой у нас труд делается. Что попало, иногда выставлять, даже смотреть нечего. Вот у меня в друзьях, которые были, один день почти тысячу выкинул. Тёмные очки или храм поставят вместо себя. В паспорте же это не делаем. Отошёл. Можно я хотел спросить, задать вопрос, если можно? Да. А? Да, да. Я хотел спросить, Игнаст Тихонович или братья, кто-нибудь может быть знает, кто из святых подробно рассказывал о причастии так, что, ну вот как, я не знаю, растолковал или раскрывал этот стих, где написано, что кто недостойно причащается, многие больные немало умирают. Потому что я посмотрел, вот недавно даже книгу, Даниила Сысоева почитал о частом причащении. Они все призывают часто причащаться и приводят святых отцов. И действительно, многие святые отцы прям, ну они призывали часто. И немало умирает. Можете как-то сказать что-то об этом? Вячеслав, вы так обратите внимание. 719 правил. Ну это же много. Больше, чем у евреев. Это действующее, а было 989. И ни одного правила нет, ни одного, которое бы было в действии за непрещащение частое. А за грех именно отлучают от причастия. Все каноны об этом говорят. Отлучают ни на день, ни на два. За один набор 10 лет. Если волшебцем занимался, ну там, Кашпировский, 18 лет. За убийство до 20 лет. Есть каноны, за 30 лет полжизни будет стоять за дверями. Так уйдут. Об этом думать не надо. Это каноны приняты Вселенскими Соборами. У нас все на выверт. И что? Причищается в оставлении грехов. Что в оставлении грехов ни одного места в Библии нет. Я выставил сегодня материал, мог бы его прочитать. Кровь изливаемая. А в храме она выпиваемая. Ну разница пить и выливать. Если выпивать, значит капля на пол не попадет. Если у священника и чаши спреснулось, он должен прекратить службу. Залезать, все, залезать. А потом это место выжигается. Все перевернуто. А до чего причастие жизни? Она дает жизнь. Кровь новая. Та, которая у нас уже пропала, это донорская кровь. Образно сказать. Кто не будет причащаться, не будет иметь в себе жизни. Все, другого нет. Воспоминания. А где прощение? Да, каиспо, это еще священник, властью, данным не от Бога, я разрешаю. Ты подходишь уже к причастию, разрешенной от грехов. Извратили все абсолютно в храмах. Простой вопрос, но тут непонятно еще. Почему юнцы не надевают? Все снимки, которые идут, и везде дружка идет, друг идет, сзади держит. Венчани-то нет никакого. Это же маскарад. Эти шлейпы пятиметровые за патриархом, за епископами. Откуда это взяли? Ну, это явно, что концерты ставят нам, а мы, одуревшие, ничего не понимаем. Мы должны вопить и кричать «Анаксиос». Не было этого. Идите по всему миру. Никаких отделов миссионерских быть не может. Это убийство. А что может быть? Исполнение Духом Святым. Исполнено Духом Святым. И пост, и благословили, рукоположили на проповедь. Вернуться к истокам надо, другого нет. У нас неверный вход в церковь. Те, которые стернят церковные люди, они никто, чужие, с улицы. Нерождённые свыше. Если ты это понимаешь, начинай скорбеть хотя бы в тайной своей интимной молитве разговором с Богом. А при счастье много сказано. Златоуз говорит, не одобряем несчастье, нередкое, а готовность. А готовность это никакой нет. Из 50 крещённых, мочёных, мы ни одного не встретили, кто знает для чего крещение. Из причащения выходит и плюётся. Ну, что тут непонятно-то? Священник трижды, трижды говорит, соглашенно изведите. Это, то есть, ни один чужой не должен быть. А потом дважды двери, двери, то есть, проверили, диакон должен двери запереть. А здесь, наоборот, священник сейчас стоит, кто не причащался? Постоит, кто не причащался? Бабка заскочила. Не на исповеди, не было ничего. С сумками прям лезет. Он её партуком на бак, готово подошёл. Мы совсем не понимаем, что с нами сделалось. Мы сделались посмешищем, срамом для церкви, для Христа. Понимаем, если это занимаемся? А при счастье очень много сказано. Быть готовыми. Священники кто-нибудь? Как они посмели быть? Они близко не должны быть священниками. В серых у положено почти все, до 30 лет. То есть, это делаются они недействительными. Когда-то Бог откроет глаза, и мы увидим, где мы были. Отошёл. Так, 9-10 стихи. Сергеич Козлёк, читайте. Но вы, род избранное, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенство призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет. Некогда не народ, а ныне народ Божий. Некогда не помилованные, а ныне помилованные. 9-10, да? Да. Толкования нет у вас под рукой, да? Нет. Тогда я читаю толкование. Не одобрив худое поведение неверующих, сказав, что они сами стали виновны в своём неверии, апостол переходит теперь к одобрению правильно поступивших и говорит. Вы, поступившие правильно, род избранный, царственное священство. Он как бы так говорит, не по своей жестокости и упорству, те по своей жестокости и упорству приткнулись о краеугольниками и не ушли вместе с ним в состав здания. Вы же через свою благопокорность стали частью царственного священства, как род избранный, как народ святой. Впрочем, чтобы не расслабить их лишней похвалой, и чтобы они не подумали, что стали народом святым по наследству, что удостоились такой чести потому, что происходит от Авраама, и никогда не приткались, апостол, дабы удержать их от такой мысли, прибавляет и говорит. «И думайте много о роде. Вы избраны в царственное священство не ради Авраама, ибо происшедшие от него имели священство отдельное от царства. Вы народ святой и род избранный и назначены в царственное священство не ради Авраама, но ради Христа, который назван и священником по чину Мелхаседекову» Псалом 109, 4 стих, «И царем кротким, праведным и спасающим» Захария 9, 9. «Итак, от него, имевшего и то, и другое, и священство, и царство, вы, возрожденные через святое крещение, справедливо называетесь и родом избранным, и царственным священством. Это вы имеете по милости его, признавшего вас из тьмы в чудный свой свет, посему делами света возвещаете совершенство его и прочим людям». Это, говорит, вы имеете по его человеколюбию, посему к вам прилично приложить сказанное, «Некогда не народ, а ныне народ Божий, некогда не помилованные, а ныне помилованные». Осия 2, 23. Чтобы речь эта не показалась тяжелой, он укоризненные слова приводит из пророка Осии. Итак, «Возвещайте совершенство его своею добродетелью». А как им возвещать их? Этому научает сам Господь, когда говорит, «Так пусть светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего небесного». Евангелие от Моисея, 5 глава, 16 стих. «Люди взятые в удел, то есть народ взятый во владение или в наследство, ибо создание Божие все, а удел Божий одни только те, которые удостоились этого за свою добродетель». Пожалуйста. Можно? Можно. Вот тут слова Боженого Феофилакта. «Вы, возрожденные через святое крещение». Он говорит о возрождении, о духовном рождении свыше, я так понимаю. Он говорит «через святое крещение». Что, в те времена неужели не было просто крещеных, как у нас по традиции? Почему не говорят о рождении свыше? У меня такой вопрос. Николай Тихонович, отвечайте. Потому что здесь говорится о третьей ступени, на которой все теперь сконцентрировалось. А их три ступени к рождению свыше. Признание себя грешником, умершленным, мертвым. И необходимость, чтобы за тебя кто-то взял ответственность. Это Христос. Уверование во Христа и третий, завершающий акт крещения. А сегодня и во времена уже Феофилакта толклись только на третьей ступени. Они брали, а кто не родится от воды и духа. Но от воды воды нету, а о духе разговора даже нету. Никакого рождения-то нет. Выкидыши, абортированные люди. Вот и все. Почему и не говорили? Уже в это время заглохло. И он и не мог это говорить. Вот когда считаешь, а я же тебе святых насчитывал, и там яснее и ясно сказано, что делать. А уже вот этот фетиш уже был. Умер человек, что-то неладно. А что неладно-то? Не крещеный. А Павел говорит, для чего и крестятся для мертвых. Умер. И придумали что? Гроб стоит на стульях. Верующий залазит под гроб. Приходит священник и начинает спрашивать. Желаешь верить во Христа? Тот из-под гроба отвечает, желаю. Крестить тебя? Крестить. Но явно, что идет что-то не то, совершенно не то. Это уже было. И Павел поэтому и говорит, что делает крестящийся для мертвых. Феофилакт именно вот так толкует. Как не понять-то, когда уже все пошло не так. Он говорит то, что в его время было. Упор делался именно на крещение. На рождение свыше вообще проповедения нет. А Господь, кто не родится свыше, даже не увидит старство. Даже на мытарство не попадет. Вот и ответ почему. Потому что так все уже было поставлено. Но мы-то должны вернуться к первой истоку. Бог не будет с меня спрашивать князя Владимира. А спросит ли сейчас меня. Какие мои отношения были с Богом? Со Христом? Вошел ли он в мою жизнь? Изменил ли ее? Стал ли я другим человеком? Все остальные вопросы никакого значения не будут иметь, когда крышка закроется за нами. И никто не поможет. Ни церковь, ни патриарх, никто и нигде ни одного слова не замолвит. Вот и все. Продолжаем. 11-12 стихи. Возлюбленные, прошу вас, как пришельцев и странников, удаляться от плоских похотей, восстающих на душу, и провождать добродетельную жизнь между язычниками, дабы они за то, за что злословят вас, как злодеев, увидя добрые дела ваши, прославили Бога в день посещения. Толкование. У учителей веры есть обычай к догматическому учению присовокуплять уроки нравственности. Так поступает теперь и святой апостол Петр. Он называет их возлюбленными, а не просто любезными, потому что они приятны ему во всех отношениях. Ибо приятны и в одном, только каком-либо отношении. Называйся любезными, а не возлюбленными. Говорит он, что плотские похоти восстают на душу, потому что и по словам блаженного апостола Павла, «Плоть желает противного духу», читаем в послании Галатам в 5 главе 17 стихе. «Ибо желания плоти вращаются около чувственных наслаждений, и через то повращают память и порабощают душу». Злословящими нас апостол называет язычников, а днем посещения — наследование по законам мира сего. Ибо когда они исследуют нашу жизнь и находят, что их понятие о нас противоречит действительности, то сами исправляются в постыдных делах своих и таким образом прославляют Бога. «Пожалуйста, желающие выступить». «Если ничего нет, идем дальше». «Сергей, Ильин, подключились?» «Поставленным начальству для Господа. Царю ли, как верховной власти? Правителям ли, как от него поставленным для наказания...» «Поставленным». «Что?» «Не поставленным, а посылаемым». «А посылаемым, простите, посылаемым для наказания преступников и для поощрения делающих добро. Ибо такова есть воля Божия, чтобы мы, делая добро, заграждали уста невежеству безумных людей». Толкование. Человеческим созданием называют начальников, поставленных царями, и даже самих царей, поскольку и они избираются и поставляются людьми. А Писание называет иногда созданием и установлением, как, например, в следующем месте, дабы из двух создать одного нового человека. В памяти Ефесянам 2.15. Итак, говорит, «Будьте покорны мирским начальникам, но будьте покорны для Господа, как Господь заповедал». Что же Господь заповедал? «Отдавайте кесарево кесарю, а Божие – Богу». Читаем Евангелие от Монфея, 22 глава, 21 стих. «Посему, если они приказывают что-либо противное установлению Божию, им не должно повиноваться. так заповедовал Христос». Что же заповедует теперь? Тоже заповедует теперь и ученик его. Это для того, чтобы язычники не могли говорить, будто христианство привносит неиспровержение жизни гражданской, будто в нем причина неурядицы и возмущения. «Для Господа». Делает это прибавление и для верных. Некоторые из них могли сказать, «Сам же апостол обещает нам Царство Небесное», читаем 1 главы, 4 стих. «И через то приписывает нам великое достоинство. И через то, зачем же опять унижает нас, подчиняя нас мирским начальникам? Итак, если кто-нибудь скажет это, то пусть знает, говорит, что эта заповедь не от меня, собственно, но от самого Господа. Сам апостол Петр и указал, которым и каким начальникам должно повиноваться. Именно тем, которые воздают должное, прибавляет и причину. Во-первых, так она воля Божия. Во-вторых, наша покорность начальникам доказывает наше благоповедение и сверх всего посрамляет неверным. Ибо когда они злословят нас, как горды, а видят, что мы смиренны и в чем следует покорны, то через это более пристижаются. желающие выставки. Вот когда безбожная власть к нам пришла в 17-м году, которые стали сотрудничать с властями, они вот это место приводили. Ну, написано же, всякая власть от Бога. И Сталин дружит с этой властью, которая говорила, что Бога нет. Поэтому здесь нам толкователь говорит для Господа. Для Господа. То есть власти они должны наказывать грешников, делающих преступления, а делающих добро поощрять премии какие-то там. Власть, которая утверждает, что Бога нет, и везде пропаганда атеизма, да как же ей покоряться-то? Она будет тебе начальник на работу, иди там, настучи там, выдели всех христиан, и что ты будешь ему покоряться, зная, что их посадят там. Что это московская патриархия? Постальня. Вот. Ну вот и приходим к тому, что образование московской патриархии, Сталин и Берия, как раз они вспомнил декларацию митрополита Сергия Строгородского, что наши радости, ваши радости. Ну, я вот как бы рассуждаю. Сристос сказал, гонят вас в одном городе, бегите в другой. Бежать надо было, когда гонения, а не сотрудничать с этим не обладать. Нет, натуральные гонения, устраивали на христиан. Искали, сажали. Вот, а под видом сохранения структуры церкви стали вот это вот сотрудничество. Нет, это неправильно, я считаю. Может, это по-другому считают? Пожалуйста, я могу добавить, брак. Игорь Дубунов, я хотел сказать, что вот часто очень мы слышим пророчества о том, что последние времена и так далее, но почему мы это все слышим? Ну, потому что верующие люди, ну, как их называют, святые, обычно смеются над ними по этому, по этому названию. Хотя апостол Павел везде говорит святые, обращаясь ко всем вот общинам, они видели просто отмерщение церкви, и просто душа верующая не может снести это. И, конечно, когда такое должно быть? Ну, при последних временах только, когда Господь соберет плевелы уже вместе с пшеницей, там, и поэтому вот сейчас как бы опять мы видим один, одна волна идет за другой. Хорошо, конечно, когда есть какая-то отдача от веры. Ну, допустим, когда ты веруешь, и пришли, тебя забрали, там, посадили, убили, расстреляли, и церковь пополняется вот этими скорбями, недостача скорбей христовых, вот, скорбями этих людей она возносится. Кровь христиан это новое семя для того, чтобы церковь возрождалась, новое семя для других христиан, для рождения их свыше. И, ну, вот сейчас у нас идет такое облегчение церкви, когда, казалось бы, ну, можно было церковь возродить легко, взять все самое худшее убрать, все самое лучшее оставить. У нас же происходит, как всегда, с точностью да наоборот. Это российская православная церковь, которая осталась за границей, ушли там 17 епископов и 350 священников, еле-еле, как говорится, спаслись. Оставили, как бы, все самое лучшее, что было для церкви. Троекратное погружение было там, были общины, ну, то есть, вера была сохранена, такая, которая была на Руси в свое время, еще до революции. Но, взяли, все сделали наоборот. То есть, московская патриархия, та, которая создана Берия и Сталином, в себя вобрала все эти российские приходы, их было больше двух тысяч на территории России. Вот у нас один наш, зарубежная церковь, да, зарубежон, РПЦЗ называлась, и только вот у нас община, две общины остались, и все. Ну, никуда не пошли, стоим, ждем, что дальше будет. Ну, как можно соединяться с теми, кто полностью разложился, кто полностью подчинился не просто властям, а советской власти, то есть, власти антихристовой. Убивали епископов, епископов погибших считается больше двухсот, двести сорок приблизительно, епископов убили и распилили всех, кого можно. Где-то к сорок первому году цифра идет триста восемьдесят или триста девяносто тысяч священников, монашествующих, и там, кто в церкви принадлежал, не считая просто верующих мирян. Такими цифрами апеллируется все. Кажется, должны быть последние времена уже. Раз это не поняли, раз после этого не захотели восстановить церковь, то что будет дальше? И сейчас опять конкордат с властью, опять вместе целуются, милуются, строятся золотые эти стены у монастырей, там, золотые туалеты. Зачем это все? Когда нужно возрождение верующих. Вот сейчас задает вопрос Вячеслав, это вопрос, он, вопрос вопросов. Как родиться свыше людям? Где найти тех людей, от которых родиться свыше? Вот хорошо, Игнатий Тихонович, каким чудом, как Господь занес его к пятидесятникам. И он увидел это, подсмотрел, и будучи внутри верующим, глубоко верующим человеком православия, как оказалось, он еще подчеркнул то, что увидел дружба, вот это вот, любовь друг к другу у пятидесятников, но те старые пятидесятники, это не новые, надо опять же сказать, это типа баптистов или венамитам сегодня, тогдашним. И все это он принес и отдал опять же православным, те, кто вернует именно православно. Это, ну, просто таких людей больше нету, и я не знаю, когда они родятся. И все это надо было взять вот сейчас, все это просмотреть через просто призму Нового Завета, полностью перечитав, а может и всю Библию даже, и принять на вооружение вот этот опыт просто в становлении общего. И идти вперед. Нет, все время на месте. Сегодня патриарх уже перед всеми выступает. Все, давайте все государства объединяйтесь против террористической угрозы. Ни слова не о молитве, ни о Христе, ни о чем, ни о проповеди нету. Да это разве евангельский призыв? Объединяйтесь, объединяйтесь. Об этом как раз Путину и говорит все время. Ну, кто из правителей. Ну, я еще могу продолжить. Ну, ладно, остановлюсь на этом потом. Все, то, это дело уже. Вопрос можно? Да. Скажите, а церковь, она может обличать государство или нет? Спасибо. Давай, следующий. Местер Писания. Может ли церковь обличает государство? Да это святая обязанность. Мое мнение такое. Можно? Да. Евангелие от Матфея, не только от Матфея, Евангелие от Луки еще, это Нагорная проповедь. Нагорная проповедь говорит обо всем. И вот там есть такой тринадцатый стих, который говорит, что вы свет мира. Не может свеча быть под спудом, то есть закрыта чем-то, иначе тогда света не будет от вас. Вы должны светить так, чтобы люди, видя ваши добрые дела, прославляли Отца вашего Небесного. А мир, он делает только сатанинское. Поэтому мы должны все дела Христовы выносить, на поверхности, чтобы люди видели, что это дела необычные, и понимали, и в конечном итоге поняли бы, что это именно добрые дела. Не просто подать нищему у церкви, они там все подают, а выверить еще, что это за нищий, у него должна быть верительная грамота, откуда он нищий, как он взялся, и так далее. Ну многие другие дела. Допустим, пойти к каким-то мощам, не в этом нужно искать веру. Веру нужно искать в Слове Божьем, и как донести до другого человека, который не познал эту веру. Как раз у тех, кто стоят в очереди, эти люди нуждаются в проповеди, истинной проповеди о Христе. Вот тех, кто возродился свыше, а таких людей, как вы видите вокруг себя, и мы видим, раз-два и нету больше. Вот у нас братья выходят на благовестие, ну сколько, три-четыре человека, максимально у нас в общине выходило одновременно 19 человек людей, больше не выходило. Хотя у нас в общине до 100 человек выходило, еще сочувствующих сколько, и однако вот ходят, получается, максимально это пятая часть только пошла, хотя все остальные тоже не были заняты, тоже это было воскресенье, можно было выйти всей общиной, всем вместе ходить, а этого мы не видим. Почему? Значит не чувствует та душа, которая не идет к людям, невозрожденным, то, что должна чувствовать возрожденная душа, слезы других людей, их душ, которые идут по улице и плачут, и тоскуют, и просят. Есть такое песнопение «Жаждет правды народ», на стихе «Есть на Волге идет», поется так «Жаждет правды народ, избавление ждет, в темноте и грехе погибая». Погибает народ весь, вот сейчас весь мир погибает. Как ты не слышишь этой печальной песни? Выйти на Волгу, чей стон раздается над великой русской рекой, над великой во всей всей вселенной, которую Христос, Господь наш создал. Сергей, добавлю? Можно. Можно вспомнить Иоанна Крестителя, я вот отвечаю Сергею Козляку, он обличал Ирадиаду, то, что у них было не по закону, скажите, и за это поплатился головой, то есть он обличал это именно правительству еще. Даже у нас очень яркий пример это Ян Златоус, который тоже обличал, из-за этого его потом сослали в ссылку. Ой, братья, можно я тоже чего-нибудь скажу? Скажи, можно. Наконец-то. Христос сказал так, царство мое не от мира сего. Он сам не стал царем, он убежал, чтобы он не сделал царем, когда накормил людей там пять тысяч хлебами. Он собрался и ушел переплыл Тевериатское озеро. Царство мое не от мира всего. И вот при Константине Великом 4 веке произошло преступление из преступлений, злодейство из злодейства. Когда церковь взяли и приблизили к государству. Когда вот епископы они стали государственными чиновниками. И церковь стала страшно уязвима от государства. Страшно. православная церковь, католическая пошла путем, там тоже она была уязвима, но там папа стал как царствовать. У них немножко по-другому. А у нас все время, начиная с Константина Великого, при царях, при византийских императорах, царях, во время наших князьях царство всегда церковь была уязвима. Всегда епископы, митрополиты, они всегда подчинялись князьям и старались угодить. Вот это страшный был грех. Никогда она не была свободна. С тех времен, когда Константин Великий приласкал, обласкал, вмешался в дела церкви, вот, и епископ стал, раньше епископа не знали, какой епископ там, он управляет церковь, церковь не от мира сего, никого мы не должны обличать, мы должны спасаться сами, если нас не спрашивают. Мы в церковь не должны, Амросим Яландский взял и не пустил императора в церковь, вот его дело. А то, что идти там к нему обличать, ни в коем случае нельзя, это не твое дело. Если грех совершают и спрашивают, это другое дело. А как Иоанн Креситель обличал Ирода, мы не знаем. Донесли ли Ироду, мы не знаем, пришел ли он ему и в глаза сказал, не должно тебе иметь, так сказать, жены брата твоего. может быть и так, а может быть и донесли Ироду и он его взял. Это потом Иоанн Креситель это Иоанн Креситель. А сейчас наша задача, церковь она, вот, царство небесное, оно не от мира, Христос. И поэтому то, что сделано было злодейство во времена Константина Великого, когда церковь она стала уязвима, когда епископы стали чиновниками. Я, конечно же, при советской власти там, сними голову и все, и епископа церкви нет у вас, а он привык жить хорошо, ну ладно, они мученики, а потом вот, и вот эта вот структура, она пошла, была возрождена. Естественно, Сталин в семинарии учился, узнал, как починить себе церковь Христову. Вот это вот злодейство где, если говорить обличать власти. Власти, они властями идут, все, что начертано Господом, как Господь сказал, мы ничего не можем сделать. Обличать там, не обличать, ты имей свой разум и молись Священному Писанию. А я за того собличал, потому что он был втянут в эту систему, он был вынужден там говорить, и как он обличал, что он обличал, что царица неправильно там правит государством, отнюдь нет. Отнюдь нет. Он вообще не вмешивался, ему приходилось только оправдываться. А на него все, так сказать, доносили, наушничали. Вот царица, что кто-то он сказал, там он на тебя сказал, не подразумевая тебя, снова Иродиада пляшет, снова беснуется, снова ищет головы Иоанна. Вот. Наушничали кто? Епископы, епископы, которые искали хорошей жизни, которые хотели быть, так сказать, чиновниками. За что не на них? За то, что пришел к нему епископ, а он его, как следует, не угостил там. Что было у него, он подал к столу, а тот думал, что обедом его угостит хорошим. Патриарх. А патриарх простец. Он занимается Словом Божьим и служит Господу. Вот где, вот где отступление. С древности еще пошло оно. Хорошо, что я именю. О, что добавить. Все. Все. Местописание послушаем. Ефесянам. Пятая глава. С восьмого стиха. Вы были некогда тьма, а теперь свет в Господе. Поступайте, как чадо света. Потому что плод Духа состоит во всякой благости, праведности и истине. Испытывайте, что благоугодно Богу, и не участвуйте в бесплодных делах тьмы, но и обличайте. ибо о том, что они делают тайно стыдно и говорить. Вот как раз здесь говорится о том, что нужно делать. Нужно обличать. вот они тайно делают. мы ничего не знаем о том, как они поступают. Но так как они не верующие, они не в церкви. Эти люди. Они поэтому и дают церкви вот эти вот мзду эту для того, чтобы церковь молчала. И она молчит. Это и понятно. не участвуйте в бесплодных делах. Это бесплодные дела. Они ведут только к одному. Каду. А обличать это не просто полезно, а это нужно. К этому апостол призывает. От кого обличать-то там? Сказано. Зачем ты вопросы эти опять задаешь, Сергей? Мы с тобой уже разговаривали. Нет, здесь не обличать. Мы знаем, что... Если что-то не понимаешь, ты начинай там толкование читай и все поймешь сразу, кого обличать да кого. Правители вот кого. Тех, кого я сейчас все понимаю. Их ты и начинай обличать. Князей этих самых. Ну, воришей. С епископов начиная, которые там рядом с тобой. И со священников. А потом переходи уже и к начальствующим администрациям. Если сможешь. Называется кишка нормально или тонка? Так, я тонка, тонка. Ну, все. Вот и не... Просто помолчи тогда, да и все. И начинаешь опять. Ну, вот это бесплодные дела тьмы называется, которые вот обличать всех и вся. Тех, которые не будут слушать. Как медь звенящая или кимвал звучащий. Ты пока что вообще хоть что-нибудь кому-то скажи и выйди на улицу хотя бы для начала. Не надо здесь нас распалять-то. Чего ты распаляешься-то? Ты не распаляешься. Кого ты защищаешь-то? Ты подумай сам. Я никого не защищаю. Вот тогда почему-то... Я говорю, как должен вести себя христианин. Так ты почитаешь эти о святых просто, как обличали святые мужик. Сергей Радонежский. Сережа. Как обличал? Сероким Сороцкий. Сережа, прерви разговор этот. Прерваю. Тут вот какое дело. Вы отвечаете все правильно. И Сергей Ильин, он привел доказательства. Церковь не от мира сего. Но и те, которые приводили обличение, это тоже поступали правильно. Надо смотреть по обстановке. Вот, допустим, в Санкт-Петербурге есть и собор Исааковский. Люди ничего не знают. А там, посмотри на этих чугунных воротах жития Исаакия Далматского. Что такое правитель вмешивается в управление? Это войны, отношения к людям, к законам несправедливым. И вот царь пошел на войну. Все молчат, епископы молчат. А он-то не епископ. Он вышел навстречу царю и говорит, царь, с болгарами не воюй, голова на плаху, сначала открой храм и выпусти православных из тюрем. А кто это такой? Убрать с дороги. Его убрали. Особенно два сановника были с ним рядом. Имена все названы. Он успел оббежать и опять навстречу. наконец, царь сказал убрать. Его бросили в болото. Но болото его не поглотило. Он на поверхности как удувальщик лежал. И третий раз. И тогда арестовать, посадить. Кормить скудно, как Михея, водой, водой, хлебом. Вот вернусь, я разберусь. Он говорит, не вернешься. Я уже запах слышу. Сгоришь ты. Так и получилось. Вмешивался он или не вмешивался? Полное поражение было. Он бежал с сановниками. И подожди этот сарай, где они были, они все сгорели. Значит, он вмешивался, конечно, в ход событий. Теперь Василий Великий, я говорю о делах немаловажных. Юлиан Отступник идет на войну. Он заходит к нему, вышел навстречу Василию Великий, хлеб выносит. А он взял хлеб и говорит, отдайте коню моему. И склок сена дает, а это тебе. Он говорит, еду я дал тебе человеческую, а ты мне скотскую даешь. Ты хуже скота. Юлиан Отступник. Ясно, что Василий Великий все стерпел. Он вмешался. А то, что он воевать с перцами. То есть, посылать войска в Сирию или не посылать, это он решал. И что получилось дальше? Василий Великий, конечно, на коленях и молились перед образом святого Меркурия. И вдруг видят, Меркурий из иконы исчез, а клад пустой. Спустя какое-то время появляется на иконе святой Меркурий с копьем, как он Георгий Победосий из копья капает кровь. А в это время там встанет, какой-то неизвестный садик наскакал и Юлиан Отступник ударил вниз с живота. И уже умирая, он под шлем от этого шалом кровью бросил в небо, откинувшись. Ты победил галилеянин. Он знал, что речь шла не о Василии Великом. Вот мы считаем Вавило. Я даю примеры. Тогда брали заложников. Как захватили, чтобы страна не восставала, царских детей он забирал себе. Если будешь воевать, сыновям голову отрублю. Не воевал царь. И он умертвил взятого в заложники. И тогда восстал Вавило и остановил. Это же было сам в Россием. В храм не запустил беззаконника. И царь сидел дома отлученный и вся страна узнала. Царь поганец. Его в храм не запустили. Тут же посоветовали расправиться с ним как было. Ударило воин в дверь и рука отсохла в церковные двери. То есть вмешивались очень серьезно. Но дано или не дано? Сергей об этом сказал. И Игорь ревнует правильно. Тут надо по обстановке смотреть. Всегда ли вмешивались? Далеко не всегда. Так он не вмешивался в государственное управление. Вмешивался Ян Златоуст. Цари придумали так. Царица-то не может воровать, как мы в сад зайти-то поесть. Но если она протянула руку и сорвала, в момент, она прикоснулась к кисти виноградной. Закон срабатывал так, что виноградник уже принадлежит ей. Она ест в своем саде. И бесполезно было его теперь возвращать. Она сделала. Феогност умер, военачальник, а вдова осталась одна. Виноградник был на дороге. Виноград хороший. Царица съела. Назад не отдает. И Златоуст пришел и говорит, ты отдай. Ну ты против закона. Закон языческий был принят. Ты же христианка называешься-то. И вот откуда все пошло. А они приняли закон. Он восстал против Государственной Думы. То есть вмешивались и очень активно. А дальше, как Сергей говорит, с Константина-то и пошло все вот это. От страха ради и прочее. Он любил этот, как его называли, там, Воронежский или кто есть. Что-то я его забыл. Епископ приходил. Не Феопан, а там кто-то еще. Петру Первому. Он его сильно любил. Он застаряя за это, заступался. Ну а когда статуи мешали, он приказал царь накрыть полотном. Но он больше ничего не шел. Деньги собирал на постройку флота и прочее. То есть заигрывали. Заигрывали с царями. Дмитрий Ростоцкий, это один из самых таких воспитанных людей был. Полностью, что царь сказал, написал против бороды. И царю очень понравилось на свои деньги переиздать. Потому что он рубил бороды. Антихрист. То есть дано тебе или не дано. Если дух тебя облег, Исаака Далматского, никто не мог остановить. И на третий раз только его арестовали. Вот так. Так сегодня бы, сколько там рядом-то, но могли бы подойти к Думу или где-то. Жириновский один говорит только. Больше никто. Все молчат, спят, сидят. Все, отошел. Продолжаем. Шестнадцатый стих. Вячеслав, читай это. Как свободные, не как употребляющие свободу для прикрытия зла, но как рабы Божьи. Толкование. Будьте покорны, как свободные, как рабы Божьи. Не только начальников, но и всех почитайте. Братство любите, Бога бойтесь, царя очтите. Как свободные. Слова эти Иоанн Златоуст объясняет так. Дабы не сказали, мы освободились от мира, стали гражданами неба. Зачем опять подчинаешь нас начальникам и ведешь повиноваться им? Велищи. Да, велищи повиноваться им. Для сего и говорит, покоряйтесь, как свободные. То есть, как верующие, высвободившего вас и однако же заповедовавшего подчинения. Ибо этим вы покажете, что свободу, по которой отказываетесь от покорности, вы не употребляете для прикрытия намеренной злобы, то есть непокорности и непослушания. Можно об этом выражении, как свободные, сказать нечто и в другом смысле. Свободен в Господе тот, кто не подчиняется ничему безнравственному, жить лицемерно свойственно несвободному, а тому, кто в рабстве у страстей, например, предан человеку угодию или иной другой постыдной страсти. А рабы Божии должны быть далеки и чуждой страстей. Посему ныне заповедуют оказывать подчинение властям добродушное и искреннее, без неприязни к ним и непопринуждению, не питая в сердце злобы, не прикидываясь искренними и простыми, оказывать повиновение не только наружно, а с расположением сердечным. Слова, никак употребляющие свободу для прикрытия зла. И это кратко может быть выражено так. Наружно, представляясь простыми и искренними, как бы под прикрытием свободы, а при испытании, оказываясь страшными и совсем другими, чем каковы по наружности. Идем дальше. 17-22 стих. Валерий, читайте. Сейчас, секундочку. Всех посчитайте, братство любите, бога бойтесь, царя чтите, слуги, со всяким страхом повинуйтесь господам, не только добрым и кротким, и суровым. Толкованием не имеется. до 22-го стиха. Ага. 19-го. Ибо кто угодно Богу, если кто, помышляя о Боге, переносит скорби, страдания несправедливо. Страдая. А страдая несправедливо. Ибо что за похвала, если вы терпите, когда вас бьют за поступки. За проступки. За проступки, да. Но если делая добро и страдая терпите, это угодно Богу. Еще последний стих. Ибо вы к тому призваны, потому что их риск продал за нас, оставив нам пример, дабы мы шли по следам его. Толкование. Еще один стих. Одно предложение. Он не сделал никакого греха, и не было лести в устах его. Простите. Толкование. Богу говорит, воздавайте страх, а царю честь. Если же должны иметь страх перед Богом, могущим погубить и душу и тело, читаем Евангелие от Матфея, 10 глава, 28 стих, то мы не должны повиноваться царям, когда они приказывают нам что-либо безнравственное, ибо страх Божий умеет побеждать и почтение к царям, а когда принуждают его к худому, то он даже и лишает их чести, по словам святого. «Уничижен пред ним лукавную щи», Псалом 14, 4. Слово «страх» употребляется в различных значениях. Страхом называется, во-первых, страх сознательный, его апостол же называет теперь совестью, он же называется и благоговением. Страхом называется, во-вторых, страх, исполненный страсти, испытываемый при предстоящем наказании. Этот страх замечается и в зверях. Страхом в-третьих, называется страх первоначальный, который бывает у приступающих к Господу вследствие сознания, что за многие свои проступки они достойны наказания. Таким страхом побуждаемая пришла ко Господу упоминаемая в Евангелии блудница, Евангелие от Люки в 7 главе. Страхом еще называется страх совершенный, когда присущ всем святым, ибо они боятся, чтобы у них не оказалось недостатка в чем-либо таком, что должно быть у проникнутых совершенной любовью. апостол убеждающий слуг повиноваться господам со всяким страхом не устраняет той мысли, что слуги должны относиться к господам со страхом во всех помянутых значениях. Ибо первоначальный и совершенный страх, если они имеют оны, располагает их к хорошему поведению. Первый побуждает их остерегаться проступков, чтобы не потерпеть за них чего-либо неприятного. Другой внушает, чтобы они не думали сделать своим господам что-либо неприятное. Итак, здесь апостол говорит о страхе по совести, то есть по сознанию долга. Он наводится бесчестными господами на слуг их даже и тогда, когда сии ни в чем не виноваты. Одобряя сей страх, одобряя сей страх, апостол заповедует поревновать, ой, простите, переносить все с терпением, поскольку боящиеся потерпеть за грехи, совершенные на деле или от совершения которых убереглись, если что-нибудь пострадают за он и обнаруживают в себе рабов благоразумных и склонных к исправлению. Но несравненно выше любомудрия того, кто, не сознавая сам за собой ничего худого, переносит все с благодарностью. Это великий подвиг, совершаемый немногими и низводящий особенное благоволение Божие, так как человек сей соревнует страданием Христовым, так как и Христос страдал не за свои собственные грехи, ибо Он не сделал греха. Исайя 53.9 но страдал за нас и за наши грехи. За преступления народа моего претерпел казнь, говорит пророк Исайя в 53 главе 8 стихе. Сей похвальный страх предлагает апостол, но не менее желает, чтобы слуги водились и прочими страхами. И это видно из слов его со всяким страхом. Впрочем, выше прочих страхов поставил страх за совесть. И самым ясным образом выразил, что только этот страх достоин хвалы, поскольку прочие страхи имеют причину для гнева Господ на слух, а этот не имеет ее. То есть причину. человек не чувствует за собой никаких проступков, а все равно Господь боится. И вот этот страх угоден Богу. А когда человек Господь боится наказания, ну это естественный звериный страх. Собака палки боится. Знаешь, что на школьничала, начинаешь ее ругать, уши прожмет. А вот страх за совесть, да, вот это конечно не у всех, не у многих написано, но не заводящее особенно благоволение Божие написано. Так как человек соревнулись страданием Христовым. Христос безгрешный, но страдал за наши грехи. Вопросы по этому стиху есть? Толкование. Так, час у нас прошел, можно задавать вопросы теперь на любую тему. Полчаса еще у нас есть 25 минут. Пожалуйста, у кого какие вопросы? Братья, я бы хотел задать вам вопрос по насущной теме, что мы сейчас читали послание апостола Петра, где в принципе каждый из нас видел и слышал наставления Божьи для нашего сердца, для нашей веры православной, для нашего возрастания и спасения во Христе Иисусе. Вопрос по поводу обличения. Наши эмоции естественно не зашкаливают не из-за того, что как бы мы весьма болеем или переживаем за истину, а причина-то в нас самих внутри есть. Вот то состояние, которое не дает покаяния человеку, не дает спасение человеку. И вот сейчас мы видели такую жесткую дискуссию, но не христианскую, можно сказать, не по духу Христова. И я заметил, что ни от кого не было такого вразумительного обличения, что читая сейчас мы послания по поводу по поводу почитания властей, по поводу любви друг к другу, по поводу кротости и смирения и вообще святой жизни во Христе Иисусе, как подобает то христианину, верующему в Бога человека. Никто не посмел, допустим, вразумить брата или братьев, а все промолчали, как-то съехали. И такое чувство складывается. Польза-то есть от того, что мы читаем вот эти святые слова, данные Господом для каждого нас. Спасибо. Кто хочет ответить? Я отвечу, потому что тут касается меня. Как же могли не заметить, Алексей, когда я сразу же сказал, что прав Сергей Ильин, который сказал о падении не человека одного, а епископата и все со времен Константина, когда патриарший и монарший престол сдвинулись вместо. И брата Игоря Дыбунова ревность тоже понятно. Сказал не тем тоном. Мы привыкли так вот заботиться о себе и все и вот дозаботились, увидели. Когда гибнет не человек один, страна и не видя все кротко, собой занимаясь, а только разговор один. Да дело-то, когда доходит, ничего этого и нет нигде. Я посоветовал бы, если есть возможность, запишите в ютубе, зарядите Ричард Вурмбрандт. Ричард Вурмбрандт. Мультфильм поставили, я с ним переписывался с этим человеком, румын, 14 лет отбыл в лагерях Чаушеспу. И вот когда епископ встает и ему запретили называться епископом, а товарищ только будешь, товарищ такой-то. А он пришел туда и первый раз он сразу же вперед выдвинулся и стал говорить против. Ну и чем это закончилось? Жену арестовали, что было с ребенком, там все показано это дело. А чем кончилось? В конечном счете кончилось, что Чаушеску был свергнут Николай и вместе с женой с Еленой был расстрелян. Вот и все. А началось из-за чего взвинули священника с места? Он спрятался, народ начал бунтовать и никакая тайная полиция из иностранных секуритата не помогла. Так что кончилась игра в тряпочку. Так что я же правы, разговаривать больше не надо. Сергей абсолютно правильно сказал и брат Игорь сказал правильно, но только как раз с разной стороны на это дело посмотрели. Никто ничего не сказал. Как можно было прослушать, когда я сказал об этом? Показали ревность в этом деле не просто буковки прочитали какие-то, а конкретно видим беду. И когда беда приходит, послушайте, что говорил Ян Златоус в это время? И не кому-то говорил, а придержащим власть. Я говорил от Исааки Далмацки, коня за узду схватил, остановил царя, не ходи на войну. Каким голосом они говорили? С властями нужно знать, как разговаривать. Если не дано тебе, сиди, помалкивай и молись, чтобы другого Бог восставил. А не так, чтобы Бог восставил, а кто-то на Исаакии свои бы сказали, ну что вылез-то? Сидел бы где-то в пустыне своей, что ты вылез-то? Его Бог побудил к этому. И какие огненные слова были у пророка Михея. Царь знал про него, да тоже, идти на войну, на Ромов, Галацки. Все пророки говорят одинаково, все епископы, иди, иди. У нас законы, там все, там была земля, отрывайте ее, заберем назад мы. И только один. Ну ты скажи, как все, чтобы было хорошо. Я скажу, что Бог скажет. Ведь он был против царя. Царь Ахаб говорит, я его не люблю, он не говорит обо мне хорошо, не сказал, что правду не говорит. Он правду, но правду была страшная. Идти не идти, он только сказал. А слова эти, он отвечал, но никак бы не по делу. Он говорит, видел я овец, рассеянных по горам, сделали зобычьи звери, нет пастыря. А он-то считался верховный правитель. Как нет, а я, я же говорил обо мне, хорошо не говорит арестовать. И все, царь не вернулся, был ранен. Случайно, какой-то стрелок пустил стрелу, случайно наклонился, все случайно. Но пророк Илья говорил, блудницу будут омывать, кровь твою, обсы лизать ее. Все так и случилось. А из-за чего? Тоже из-за виноградника на Уфея. То есть, позарился он на этот, жена помогла оформить, и там точно так же через много лет, через 700 с лишним лет, даже больше, там почти 1000 лет. И однако, они вмешивались, решительно вмешивались. Их удерживали свои, ну тебя арестуют, как церковь будет идти, ну только занимайся самим собой, да ты какой верующий. То есть, вот это успокоение, эту пилюлю подсовывали всегда всем. Но вспомните, люди пришли креститься сегодня. Крик, шум, ничего не знают. Как встречают? Дорогие братья и сестры. Во-первых, сестра никогда не говорится в церкви, ни один святой не говорил этого, ни в Библии нигде не написано, ни слушать, ни в Библии не знают. А дальше, змеи по рождению Хинины. Вот это окрестил, дал им имя. Кто внушил вам бежать? Каким голосом он это сказал? Пустыня содрогнулась. Неужели вы не видите, что с вами делается? А что нам делать? На стадии неверующего хотя бы вот это не делать. И не требуйте другого. Не обижайте бедных, воины. Жалованием пока довольствуйтесь. А у нас оборотни где? В милиции везде. Оборотни. И тогда так были. Не обижайте хотя бы людей. Из милиции банды целые гуляют. Мы в Ростове были, после нас арестовали. Женщина руководила. Сколько убили? Надо было говорить. А кто скажет? А вот он нашелся и сказал. И тех, которые были против, которые уговаривали, ни одного нету. А который голову положил, тот остался. И мы молимся, величайшие из рожденных женами. Так что тут надо смотреть очень серьезно. Тема большая, поднятая. А как понять? Сам вмешайся в это. Тебе Господь может подложить на сердце, написать в ООН. Или что, как говорится, не по росту, а напиши президенту. Не только своему, а те, которые дружественные. И что там будет? Призови народ молиться, чтобы не было покушения наших правителей, ни на Владимира, ни на Рамзана. С покушением на них, а это уже предсказано, что они будут убиты. Да не дай Бог, конечно. Псановка будет другая. Совершенно другая. Так есть куда народ поднимать? Не скрывая ничего. Мы в страшной опасности страна. И нам завтра может вот это отключить, и больше никогда не встретимся. И одно лицемерие останется. Отошел. Игорь Дубунов, я хотел сказать, что тут который раз уже идут какие-то, я не понял, инфинуации на меня, там тоном каким-то, интонацией, спасается кто-то, не спасается. Ну, во-первых, мы друг друга не знаем с вами вообще. И конкретно рассматривается вопрос. Без поддавков. То есть, конечно, на расстоянии, я сейчас тоже могу адвоката включить тихий, смиренный голос. Знаете ли это все? Я тоже понимаю. Христианство — это такое все елейное, такое прекрасное. Цветочки одни, поляночки. Вы, я так понимаю, Евангелие, наверное, читаете? Вы нас тут призываете читать от апостола Петра? Петра. Вы начните с самого начала Библию-то читать, о чем она говорит? Цель человека какая? Не адвокатствовать, а у вас должна быть вся истина в полноте божественная. Вот как Господь все нам показал, так и вы должны все это нести по жизни. Не просто вышли тут, что-то нам сказали, и все поняли, да, конечно. Когда надо, я каюсь. Вот я, Дубунов Игорь Владимирович, прощенное воскресенье было, и мы все друг друга прощения просили, на колени впадали, причем два раза, перед бабюшкой, потом перед всеми братьями и сестрами. Если еще где-то надо покаяться, я упаду прямо в грязь на колени, если надо будет покаяться во Христе. Здесь вопрос конкретно стоит, надо обличать или нет. И брат, пускай он будет, брат не или нет, я не знаю, брата у меня нет, я с ним тоже не знаком. По некоторым его высказываниям, я бы его никак бы в братья себе не поставил. Ну ладно, пускай он будет в брат. Он говорит, что обличать никого не надо. Он закрыл от себя поприще проповеди. Вы представляете, что такое обличать никого не надо? Стоят, они курят на улице, пьют пиво, матерятся, и так далее и тому подобное. Не надо никого обличать. Ладно, мы говорим про правителей, это не правители. Но из этих вот людей, которые пьют, курят и матерятся, и так далее, что только они не делают на улице, состоит все это правительство. Это народ, который избирает правление. Они там в думе потом будут, и так далее. Мы должны везде вмешиваться и всем говорить. Почему? Да потому что это первый шаг ко спасению человеческой души. Вот идут люди с пивом, мы уже не подходим к ним, не говорим им ничего. Вы понимаете? Мы не можем сказать, почему? Потому что сейчас они с бесом. Они занимаются своим похотливым удовольствием. Вот идут они пьяные, мы уже не можем с ними говорить. Идут они, курят, мы уже не можем с ними говорить. Мы должны дождаться, когда он бросит, или подойти и сказать, брось, я тебе расскажу о Христе. Вы понимаете, сколько попришь сразу закрыто. А для вас это ничего не значит. Почему? Ну вы не ходите, не благовествуете, и все. Что тут непонятного? Для меня это все понятно. Вы не хотите раскрывать перед нами здесь. Показывайте адвокатам себя, что вы такой праведный, такой ровный у вас голос, ниже там воды, тише, как говорится, травы. Но это как раз все свойственно тому, кто хитро подкрадывается в траве, шуршит потихонечку, как змеюга. Сережа, Сережа, иначе времени не будет, уже заканчивается. Вопросы. Можно я скажу? Да, можете, с собой, Есть и заповедь, не мельчите бисер перед свиньями, и не давайте святыне псам. Вот тоже нельзя всех подряд и говорить. Вот ты, Агнат Тихлевич, правильно сказал? Какое у тебя разумение, какая у тебя дух в тебе ищу, дано ли тебе это Богом? Не надорвешь ли ты пупок, не пукнешь ли при этом самом, прежде чем обличать. И обличать тоже нужно знать, кого. Есть, не общаться даже с блудниками, впрочем, не с теми блудниками, а называющим братом. Обличать можно всех мир, весь мир, говорите. А мир и так лежит возле, нас предупредили об этом. Мир лежит возле. И обличать нужно только тот, кто будет слушать. А иначе ты мечешь бисер перед свиньями. Он думает, как там себе дом к дому присоединить, или еще что-нибудь. У него другие проблемы. Там он обогащаться думает. Или еще там пост какой-то высокий. А ты к нему будешь лезть, да? Ну правильно. А он еще и Христа похулит. Скажет, что ты ко мне лезешь. Не мечите бисер перед свиньями. Это заповедь. Это не просто так. Шуточки. Так что через вас хулится имя Христова. Обличите ли вы. До мороженого. Вопросы, братья. Вопросы. Сестры, может, что-то имеют. Хотели бы узнать. Прояснить. Валерий, можно ли? Знаете, я вот смотрю на нас. Когда они перестают какие-то склоки. Ничего не слышим. Если мы собираемся на... Суточки не так. Большой не слышу вас. Еще раз. А если мы желаем в Евангелии разбираться в этом? Я как начинающий. Вот то, что говорили на... Хотелось бы чего-то с евангельского послушать. А все, что... Что-то плохо слышно. Сережа, предупреди, что слова непонятные. Я переведу сейчас. Хотелось бы послушать Евангелие, а здесь склоки. Плохо, что склоки-то. Это не надо этого. Но однако вы сказали, сказали все. И на этом больше не возвращайтесь к этой теме. Не друг друга не попрекайте. Это не надо делать. Высказал. Мотивировано, чтобы это было с объяснением по слову Божию из практики церкви. Ну, мы говорим, что да, и обличать можно, но когда кому дано. Это все правильно. А не дано, ты ничего не сделаешь. Ты просто погибнешь. Сгоришь на подходе еще. Далеко-далеко не каждому говорить приходится. Надо, чтобы Дух Святой показал, кому говорить. А то полслова скажешь, а дальше, говорит, кинжал в бок, как перо. Так, вопрос. Мне очень все нравится. Я с удовольствием с огромным слушаю. Говорить я ничего не хочу, потому что мне нужно слушать, слушать. Можно мне тогда спросить? Да, можно. Мне сейчас в храме приходится говорить о рождении свыше. Может быть, кто-то посоветует. Есть какие-то, может быть, святые, которые раскрывают эту тему, потому что в Библии уж слишком мало об этом написано. Так, Вячеслав, Вячеслав, заряди. Геннадий, Фас, рождение свыше. Полный тебе ответ дадут. Академический, выверенный. А для себя очень просто. Три этапа. В течение одной минуты можно сказать. Игнатий Тихонович, я прошу прощения, но для наших православных авторитетом являются только святые. А человек, который еще не канонизирован, это просто частное мнение. Я предлагал уже всем посмотреть Геннадию Фаста и сам смотрел. Вот именно святые, может быть, есть. Которые уже уберены. И он золотовуст. Или кто-нибудь еще, может быть, эту тему поднимает. Мощи были вообще классные. Мощи. Чтобы слова стали авторитетными, человек должен умереть. Не приятно. Ну, Слав, дай, чтобы кто-то помер из нас. Ну, раньше, может быть, были люди. Ты понимаешь, что так, вот община одна единственная у нас такая, где все троекратно крещены хотя бы, а уже рождение свыше, это разговор такой странный для многих. Ты слышишь, какие дематы? Это все потому, что человек свыше не рожден, и он будет биться за свое эго до победного. Он никогда не посмотрит слово, не перечитает его. Он будет на своем стоять до конца, пока не отрубят голову кому-нибудь. Видите, я Вячеславу хочу сказать, раз это из трех частей, то по порядку нужно говорить. Говорят, святые много об этом, о погибшем состоянии. Одна же большая статья была в Центральной газете Мирской. Патриарх Алексей Второй говорит, наша задача, наша задача, о чем он говорит? Реставрировать человека. Я не поверил даже, неужели он мог сказать, кого реставрировать? Сын мой был мертвый, я жил. Мертвый, мертвый реставрировать. В Америке хоронят, могут улыбку сделать на лице, что только ты закажи, все деньги только плати. Накрасят и проще. Его нельзя человека реанимировать, никак. Его надо только повезти ко Христу. И вот она, девица лежала, 12-летняя умерла. Напрасны врачи, все напрасно. И смеялись над Христом, когда сказал, спит. Даже смеялись. И здесь нужно человеку доказать, что человек абсолютно погибший, никакие хождения в церковь, никакие лжевоскресения, там придуманные, там воцерковление, вот это, считай, поганнейшее слово. Нет этого. Нужно прямо говорить, мертвый. Притом погибший окончательно бесповоротно. И человека нужно привести к мысли, что Бог, вот эту фразу запомнит, никогда никому ничего не прощает. Бог за так. Никогда никому ничего. Почему? Потому что это Божье свойство. Бог всемогущий, это не означает, что Он все может. Он не может солгать. Не может. У Него нет этого свойства лгать. Бог не может отречься от сказанного. Не может. Весь Израиль сегодня против. Обирает все страны мира. Все эти войны, что идет, это все их дело, рук. Но обетование данное Израилю Аврааму, оно не отменено. Остаток спасется. Бог верен в слове своем. Вот это надо понять. Возмездие за грех смерть. Центральный пункт. Смерть. Я должен что? В ад должен идти. Человека нужно довести до нужной кондиции. Осознание бесповоротности, осуждение. Ты осужден навсегда. И тебе ничто не поможет. Ни причастия, ни хода, ни крещения. Ничто не поможет. Почему? Потому что мы проданы. Только смерть может спасти меня. А я сам смерть. И тогда, когда человек это понял, что погиб безвозвратно, никакой апелляции нельзя сделать, и перехода нет оттуда к нам, и от нас к вам, как 16 глава Евангелия от Луки, тогда показать ему надежду. И наш грех взял на себя. Вот агнец Божий, который берет на себя грех мира. Евангелие от Яна 1, 29. И теперь все силы приложи говорить об этом. Без пролития крови нет прощения грехов, евреям пишет человек, чтобы это понял. Почему мусульмане и другие бараны врежут? Почему евреи приносили? Да ни один, ни два, 120 тысяч за раз. Как пишет об этом Павел Плоренский, слабонервному там делать нечего, там такой рев скотины стоял, ни один комбинат мясной этого не делал, мясокомбинат. Священники по колено по щеколотку ходили в крови. И понять, что за нас умер агнец Божий. Он взял наши грехи на себя. И вот здесь у человека получается то, что замена доходит до него, это он за меня умер. Это страдал, это мой грех его распял. И венец надетый был за меня, за меня, именно так. Вот человеку православному что не хватает? Они что угодно, ходи в церковь, молись, постепенно что-то будешь знать. Ничего не надо знать, вот ты мертвый. Почему Павел говорит в послании к Ефесянам 2.5 И нас мертвых по преступлениям, мертвых по преступлениям, запятая, оживотворил, воскресил и посадил на небеса, кто он, Христос. И для меня жизнь, Христос, смерть, приобретение. А первым говорят святые отцы, а ты даже никого не ссылайся, открывай Библию и говори. Не ищи, а прямо говори. Об этом говорят все до одного отца, что человек погибший. И все говорят вторую часть, но они не соединят вместе. Вторая абсолютно необходимая часть уверовать во Христа. А кто еще говорил? Феофан Затворник, возьми его за основу. Благодать трех видов. Первое, призывающее. Вера отслышания. Слышание не того, что покупай свечки, а слышание от Слова Божия. А его не давали людям. Его не было Библии. Не было. А слышание от Слова Божия. От Библии. От святой. И вот это человеку вложить надо. Да не отходит книга себе от уст твоих. Но поучаясь в ней день и ночь, дабы в точности исполнить. Иисуса Новина 1.8. И вот когда человеку начинаешь говорить, он перестает быть православным. Он делается евангельским православным. Он начинает смотреть в Евангелие. Я вижу, он совершенно изменился. Утром приходит, как будто другой человек. Что? Я впервые узнал, что он умер за меня. Вот женщина, у которой в доме я получил Евангелие. Она любит Бога. Она страдает, но ей Бог пробудил на первой ступеньке. Я грешница, я делала аборты. Священий говорит, ну ты же ходишь в храм, ну что тебе? Ты причащаешься. Да, причащаюсь. Ну ты съездил в монастырь, там хер, химандрит, там такой-то. Она говорит, я уже была там. Ну ты пожертвуй. Ну на храм. Я, говорит, отдала дом, продала, все положила. У меня ничего уже нету. Но грех томит меня. Ей ни один человек не сказал простые, ясные слова. Твой грех, Анна Матвеевна, взял Христос. Ей сказали, только сектанты, баптисты, и она ушла туда навсегда. Вот где печаль-то. Простые, ясные слова. За нас умер Христос. Наш грех, наши преступления, наше безумие он взял на себя. Он умирал, как блудник. Он умирал, вот за это нападают на Ткачева. Он сказал там, кто-то еще. Но это действительно так. Раз я блудник, то и он взял мой грех. Он как вор умирал. Он как бандит умирал. Потому что грехи мира включает в себя этот реестр грехов. И когда ты поймешь, что умер не просто так, а златоуз говорит, присваивай себе. Он умер за меня и кровь свою пролил. Страдания на кресте. Меня он искупил. Вот это православным надо говорить постоянно. Ты вторую часть доказал. Доказал. Он поверил. И что дальше? Завершающий от воды и духа. Законный священник. Законно троекратное, полное погружение. Все святые отцы говорят. И они не крестят. Найди, где крестят, а этих обличай. Пожалуйста, патриархию. Патриарх об этом писал неоднократно Алексей. И об этом говорит Алфеев в беседе с Дугиным. Дугин. Только в полное. Только троекратно. А если не так, нету обман. Никакого перекрещивания нету. Все. Человек, рожденный свыше, по-другому мыслят, по-другому живет, по-другому в семье. Нет рождения свыше. Он ни в чем не разбирается. Рожденный свыше и в политике, во всем понимает. Откуда? Дух святой. Он на молитве все выпрашивает. Тогда кротость и смирение. Нельзя искать у плоского человека кротость и смирение. Это звериный нрав. Не может он быть. Душа по природе христианка. Это обман. Душа по природе христианка у Адама была. У нас язычница она рождается. Она капризничает. Уже ребенок из матери веревки бьет. Уже ребенок склонен к самым нехорошим поступкам. Лукавит, хитрит. Это не я разбил в плафон. Это кошка туда прыгнула на потолок. Вот это надо говорить. И вы говорите. Вы это хорошо все знаете. Потому что по частям святые отцы сказали. А прямо от рождения свыше так я не встречал ни у кого. Ни у кого. С чем? Я считаю, это дань времени. Они просто не могли это соединить. Не надо оба счастья, что вот он великий, говорил златоуст. А говорил, не говорил, мы не знаем. Дошла настолько счастье. Толкование и книги. Вот там может быть несколько раз больше, как у Амбросия Медиаланского. Дошла, может, 50-я счастье только. Может, и говорили, может, и плакали, об этом скорбели. Но состояние паства и блаженного фетилакта, когда он привел в Болгарию, было ужасное. Всякие разные богомилы, каких только ересей не было. Он с нуля начал и видел, это не в проворот. И поэтому слова его все-таки были от научения, как он сам был научен. Но и во-вторых, сама паства. Угнетала его и преждевременно сводила своих архиереев в могилу непослушанием. Но все равно найдутся люди, которые скажут истину. Вопросы? В Айхач. У меня вопрос есть. Если можно, может, дадите информацию, где можно будет взять. Вопрос такой. Какая значимость бескровной жертвы для Бога? Вот. Спасибо. Для Бога никакой нету. Ничего ему это не прибавляет. И спасение всех до единого ничего не прибавляет. Бог суверенный. Он никому не подчиняется, ничем не связан. Хвалит его ангела, не хвалит. Что-то тщеславие. День и ночь. Свят, свят, свят. Господь, Саваов. Вся земля полна славы. Его Богу-то это что? Это наша благодарность рвется. И Он дал этот канал. А что нужно делать? Тоже это все указано. И что это дает, что мы там причащаемся бескровной жертвой, приносят и с этого сделали? Такое таинство. Вот копье. Уже ни ложка, ни лжица. Да в арминах златоуста в руки давали. Это уже не было. Златоуста это... Литургия это златоуста. Почему? Ничего не знают священники. Ну, хотя бы это вычитывали. Вот читаем житие святого Лукьяна. Какая литургия? Говорят мощи. Он по груди хлопнул. Вот мощи. Кладите на грудь мне. И совершаем богослужение. Вот как было. Живые алтари были. Житие святого Лукьяна. И мы должны так и понять. Богу-то ничего не добавляет. И наша молитва ровным счетом ничего не значит. А Бог по молитве дал канал открытия двери благодати и милости Господней. Так, Сережа, наверное, окончать надо уже. Это канал. Да, время уже. Ко мне исключаться. Спасибо большое. Слава Иисусу. Благодарю Сергею за вопрос. Хороший вопрос задаешь. Сейчас покажемся, Игнать Тихонович, помолитесь. Сейчас я молюсь, помолитесь. Достойно истеково истину, блажить Дитя Богородицу, пресновлаженную и пренепорочную. Ты, Матерь Бога нашего, честнейшую Херувин, ты славнейшую без сравнения с Тероким. Без истения Бога слова ручную, сушую Богородицу Та величайя. Господи Божий, Отец наш Небесный, мы дети Твои, мы избраны Тобой из этого погибающего мира. Как мы благодарны Тебе. Мы благодарим Тебя за голговскую жертву Спасителя Иисуса Христа, пролившего свою причистую кровь во оставление наших грехов. Хвала Тебе. Слава Тебе за невесту Твою Церковь Православную. От всего ненужного избави ее. Я умоляю Тебя, Владыка, даруй духовное рождение свыше патриархам, папам, епископам, священникам и пастве. Имя Твое Святое да не хулиться через нас. Ты собрал нас, чтобы мы вникли в законы в себя и занимались этим постоянно. Хвала Тебе за все, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Аминь. Сережа, отключи меня быстрее. Аминь. Это ко мне звонят. Так.